В учебных заведениях Волгоградской области продолжаются профилактические акции, направленные на предотвращение детской преступности и вредных привычек. Сегодня в Волгоградском лице номер 2, он находится в Краснооктябрьском районе города, прошел такой единый день профилактики. В гостях у школьников побывали специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и наркополицейские. На уроке во втором Г и о профилактике, и о безопасности. Как правильно вести себя в обществе, не попасть на удочку мошенников и самому не нарушить закон. По учительной беседе специалисты комиссии по делам несовершеннолетних всегда подкрепляют реальными историями из жизни школьников. Они общаются друг с другом, они гуляют, они проводят свободное время вместе, группами, посещают кружки, секции. То есть они живут обыкновенной жизнью, но встречаются такие ситуации, где нужно знать закон, где нужно применять и знать свои права и в то же время помнить о своих обязанностях. Малыши, как Калька, говорят психологи, впитывают не только хорошее, но и негатив. Задача взрослых – предупредить ребят о последствиях и оградить от плохих примеров. Касаясь профилактической работы в нашей школе, я считаю, что это направление очень должно быть отражено уже в начальной школе, потому что дети уже с малых лет готовы принять информацию и помочь друг другу даже в преодолении каких-то трудностей. Опытные взрослые предупреждают, что плохие компании и вредные привычки – сигареты, алкоголь, наркотики – могут сильно испортить жизнь и привести к преступлению. Наркополицейские подтверждают любознательность и доверчивость. Школьников очень часто используют нечистые на руку дельцы. У нас по сравнению с 2013 годом, в 2014 году почти в два раза увеличилось количество несовершеннолетних, состоящих именно на наркологическом учёте. И дети – это как раз то, какое-то незащищённое пространство, которое наркодилеры пытаются в первую очередь воздействовать на них. В этом Волгоградском лицее, где учатся полторы тысячи школьников, с дисциплиной всё в порядке. Педагоги знают секрет – увлекательные уроки, кружки, спортивные секции, патриотическое воспитание. Когда у ребёнка яркая и насыщенная школьная жизнь, времени на шалости и необдуманные поступки просто не остаётся. Ребёнок, если он не занят во второй половине дня, конечно же, больше времени предоставлен себе. И здесь как раз-таки наши силы и возможности позволяют его и задействовать, и дать необходимую информацию. Кстати, 23 марта второй лицей принял эстафету памяти «Знамя Победы». В почётном карауле «Гордость школы» – только самые лучшие лицеисты. Лучшие в учёбе, спорте и общественной жизни. Людмила Кухарева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».